Филология у Михаила Леоныча получается наукой доброты. Именно из-за этого внимания как к собеседнику, так сказать, синхронному к собеседнику-современнику, так и внимания к собеседнику, между которым тысячи лет. Я восхищаюсь этим человеком, и он каждый раз оборачивается какими-то совершенно неожиданными гранями. И мне всегда, общаясь с ним и предлагая ему что-то, я всегда внутренне подтягиваюсь, потому что никогда неизвестно, что он предложит, что он скажет, и как он отреагирует. Абсолютная научная честность, прямота и смелость. А личная черта характера доброжелательность. Сам он назвал эту свою черту в записях и выписках доброжелательность, но не доброта. На самом деле там очень много и доброты, которая скрывается его научным ехидством. Доброжелательное ехидство. Вот что я бы назвал его главной чертой. Лично для меня самая важная черта Гаспарова это его постоянная готовность идти против течения. Его постоянное недовольство, недовольство собой, недовольство окружающим миром с его инертностью. Гаспаров человек поразительно чистой ноты, не фальшивящий. Это трудно для человека, который, ну пусть не в самом широком кругу, но в достаточно широком кругу, многие годы находится в сфере интереса, восхищения, восторга, о котором пишут. Литературоведение нужно не всем, а только тем, кому интересно, почему им нравятся такие-то книги, а не другие. Но такие люди тоже бывают. А филология в широком смысле слова это понимание того, как мы приобретаем наши знания из словесных текстов. Большинство наших знаний именно из словесных текстов. Кто задумается, надежны ли они, тот не обойдется без филологии. Почему я выбрал такую специальность? Мне как раз и было с детства интересно, почему мне нравятся такие-то книги, почему такие-то строчки в стихах, а не соседние. И даже, а откуда я знаю, что Америку открыл Колумб? И почему я верю, что любить людей хорошо, а обижать нехорошо? Михаил Леонович Гаспаров родился в 1935 году в Москве. Закончил филологический факультет Московского университета, печатается с 1958 года. Автор множества книг и статей, посвященных античной литературе, и стиховедению русской поэзии 20 века. Переводчик античных авторов и европейских писателей средних веков и Возрождения. Работал в Институте мировой литературы, сейчас работает в Институте русского языка Академии наук. Лауреат Государственной премии России, Малой премии Букера и премии Андрея Белого. Действительный член Российской Академии наук. Интерпретация, что, собственно, значит? Такие разборы отдельных стихотворений я стал когда-то делать только для собственного интереса, потому что в те времена ни в школе, ни в университете не рассказывали о том, как построено произведение, рассказывали только, какое оно имеет общественно-художественное значение. Потом оказалось, что такие разборы интересны не только мне. С тех пор я к этому и привязался. Речь пойдет об анализе имманентном, то есть не выходящем за пределы того, о чем прямо сказано в стихотворении. Это значит, что мы не будем привлекать для понимания стихотворения ни биографических сведений об авторе, ни исторических сведений об обстановке написания, ни сравнительных сопоставлений с другими текстами. В XIX веке филологи увлекались вычитыванием в тексте биографических реальностей. В XX веке они стали увлекаться вычитыванием в тексте литературных подтекстов и интертекстов, причем в двух вариантах. Первый. Филолог читает стихотворения на фоне тех произведений, которые читал или мог читать поэт, и ищет в нем отголоски то Библии, то Вальтер Скотта, а то последнего журнального романа того времени. Второй вариант. Филолог читает стихотворения на фоне своих собственных сегодняшних интересов и вычитывает в нем проблематику то социальную силу и власти, то психоаналитическую тело и поло, то мифопоэтическую, архетипов и тому подобного. И то, и другое приемы вполне законные, хотя второй это по существу не исследование, а собственное творчество читателя. Но начинать с этого нельзя. Начинать нужно с взгляда на текст и только на текст. Михаил Леонович делает как раз то, что было строжайшим образом запрещено делать в течение да, пожалуй, всего двадцатого века. Пересказ. Правда? То, что делается в школе. Расскажите своими словами содержание Пушкина, соседу, линия Пушкина, скажем там, бесы. Теперь эти пересказы, они были частью педагогической деятельности добрых две тысячи лет. Ну, в любом издании латинской поэзии, там, скажем, вы открываете издание Вергилия, как у меня стоит на полке, например, восемьсот семнадцатого года, там слева текст Вергилия, а справа его пересказ. синонимически ни одного того же слова не употреблено. То есть перевод как бы с латинского на латинский. Прежде всего, ну, как это пересказывать стихи? Михаил Леонович оправдывает свой метод вот каким образом. Он говорит, в девятнадцатом веке самое главное было определить, как написано то или иное стихотворение? Каким образом производится тот или иной художественный эффект? В двадцатом веке, когда поэзия стала трудной, основной вопрос это о чем эти стихи? Но, как вы знаете, критическая точка зрения, она запрещала задавать этот вопрос. Поэтому и сейчас то, что делает Гаспаров, с этим далеко не все согласны, это очень сильно эпатирует многих. По своему опыту и опыту своих ближних, я знал, если бы я был школьником и меня спросили бы вот стихотворение «Расскажите о нем все, что вы можете», но именно о нем, а не вокруг да около, то это был бы для меня трудный вопрос. Как на него обычно отвечают? Вот возьмем для примера первое наше стихотворение Пушкина «Предчувствие 1828 года». Я прошу вас поверить, что когда-то я выбрал его для разбора совершенно на удачу, раскрыв Пушкина на первом попавшемся месте. Текст перед вами читать его не буду. Скорее всего, отвечающий школьник, по крайней мере моего времени, начнет говорить об этом так. В этом произведении выражено чувство тревоги. Поэт ждет жизненной бури и ищет ободрение, по-видимому, у своей возлюбленной, которую он называет своим ангелом. Стихотворение написано четырехстопным хореем, строфами по восемь стихов. В нем есть риторические вопросы, сохранюль к судьбе презренье и так далее. Есть риторическое обращение «Тихо молви мне прости». Здесь, наверное, он исчерпает себя. В самом деле архаизмов, неологизмов, диалектизмов тут нет. Все просто. О чем еще говорить? Потрясающие книги, которые наполнены той непосредственностью, которая проходит через все творчество Михаила Леоныча. И именно это непосредственный залог того, что его книги доступны и взрослым, и детям. И я думаю, что он незаумен именно потому, что умен. Почему именно эти и подобные явления на всех уровнях привлекают наше внимание? Потому что мы чувствуем, что они необычны, что они отклоняются от нейтрального фона повседневной речи, который мы ощущаем интуитивно. Мы чувствуем, что когда в маленьком стихотворении встречаются два риторических вопроса подряд или три ударных у подряд, то это не может быть случайно, а стало быть, входит в художественную систему стихотворения и подлежит рассмотрению исследователя. филология с древнейших времен изучала в художественной речи именно то, чем она похожа на, чем она не похожа на повседневную речь. Михаил Леонидович всегда говорит о том, что и для него самого, и для тех поэтов, и писателей, о которых он писал, адресат и знание об адресате очень важно. И наше непонимание далеких литератур очень часто основывается, он неоднократно об этом писал и говорил, на том, что мы не задумываемся о том, кому эти книги были обращены. И разные книги Михаила Леонидовича обращены к разным людям. Я помню, как я студентом прочитал его статью в литературных памятниках в сборнике Олеги Овидия. Конечно, не в обиду Овидию, и, быть сказано, читалось тогда не потому, что это про Овидия, а потому, что это Гаспаров. И в двух абзацах он рассказал про то, как на протяжении тысячелетий по-разному понимались причины ссылки Овидия. И как разные теории причин ссылки Овидия характеризуют каждую эпоху, в которой эта теория выдвигалась на заглавенствующий. Почему в Возрождении было принято думать, что Овидия состоял за одно, в эпоху просвещения за другое, в романтическую за третье. Он останавливался на своей, на последней версии. Был человеку, пережившему эпохи тоталитарных государств, вот ему видится такая версия. Понимая, что это только одно из высказываний, которое сегодня кажется более научно адекватным, и для меня это был и образец поразительный, как уместить сотни лет развития мировой культуры в двух абзацах, как увидеть их через вот такой вот единый фокус, и как написать об этом с такой потрясающей силой литературной сугестии. Книжка, которую мы издали в 96-м году, и это была практически первая книга избранного, она тоже была построена в некотором смысле интуитивно нами, и отчасти сама структура была предложена самим Михаилом Леонидовичем, она тоже сразу три грани его таланта показывала. Структура такая трехчленная, которая характерна для НЛО и для многих вещей, которые мы делаем. Она называлась «О стихе, о стихах, о поэтах», куда входили собственно его теоретические студии и стиховические, потом целый цикл статей, связанные вообще просто с русской поэзией в таком широком контексте разном. И третье это его знаменитые вступительные слова о поэтах античных, которые обычно сопровождали издания летпамятников. И надо сказать, что все само по соотдельности было замечательно. Но когда это сложилось в книгу и когда я это читала насквозь, ну, был такой момент священного трепета, потому что то количество тем, поворотов, возможных тем исследований, которые он предлагал и может быть до конца не нашел, было таково, что это оказалось такой целый универсум в некотором смысле. По-современному говоря, она выделяла эстетическую модель, те элементы текста, которые воздействуют на наше художественное восприятие, заставляют нас задумываться красиво. некрасиво. Не всегда такое выделение давалось одинаково легко. На уровне звуковом и на уровне стилистическом выявить и систематизировать такие необычности было сравнительно нетрудно. Этим занялись еще в античности и из этого развелись такие отрасли литературоведения, стиховедение наука о звуковом уровне и стилистика наука о словесном выражении. На уровне же образов, мотивов, эмоций, идей, то есть всего того, что мы с вами привыкли называть содержанием произведения, выделить необычное было гораздо труднее. Казалось, что все предметы и действия, упоминаемые в литературе, такие же, как те, которые мы встречаем в жизни. Любовь – это любовь, которую каждый когда-нибудь переживал, а дерево – это дерево, которое каждый когда-нибудь видел, что тут можно выделять и систематизировать необычного. Поэтому теории образов и мотивов античность нам не оставила, и до сих пор эта отрасль филологии даже не имеет установившегося названия. Я очень люблю формулу Синевского про то, что его расхождение с советской властью были расхождение прежде всего стилистические. Мне кажется, важность стилистических расхождений невозможно переоценить, потому что за стилистическими расхождениями всегда стоит нечто гораздо большее. Так вот, Гаспаров решительно расходился с советской властью, прежде всего стилистически. И хотя в явном содержании его текстов не было почти ничего такого, чтобы советская власть вообще хоть как-то пересекалась, тем не менее трудно себе представить тексты более антисоветские, чем тексты Гаспарова. Как же следует подступаться к анализу поэтического произведения, к ответу на вопрос «Расскажите об этом стихотворении все, что вы можете». В три приема. Первый подход от общего впечатления. Я смотрю на стихотворение и стараюсь дать себе отчет, что в нем с первого взгляда больше всего бросается в глаза и почему. Наш гипотетический школьник перед стихотворением Пушкина поступал именно так, только не вполне отдавал себе отчет почему. Предположим, что мы не умнее его и от общего впечатления ничего сказать не можем. Тогда предпринимаем второй подход от медленного чтения того, что в европейской педагогике называется close reading. Я медленно читаю стихотворение, останавливаясь после каждой строки, страфы или фразы, и стараюсь дать себе отчет, что нового внесла эта фраза в мое понимание текста. «И как перестроила старое». Напоминаю, речь идет только о словах текста, а не о вольных ассоциациях, которые могут прийти мне в голову. Такие ассоциации чаще всего могут только помешать пониманию. Но предположим, что мы так тупы, что нам и это ничего не дало. Тогда остается третий подход, самый механический, от чтения по частям речи. Мы вычитываем и выписываем из стихотворения сперва все существительные по мере сил, группируя их тематически, потом все прилагательные, потом все глаголы. И из этих слов перед нами складывается художественный мир произведения. Больше всего в лекции Гаспарова мне понравилось, как он разбирал стихотворение Пушкина «Предчувствие». Он отдельно выделил существительные, прилагательные глаголы. И потом рассказывал, почему употреблен именно этот существительный, прилагательный, этот глагол. Однажды на уроке мы разбирали стихотворение Пастернака «После грозы». Оно было очень сложно для понимания именно текста. Очень сложный язык. И нас познакомили с пересказом Михаила Леонтьевича, этого текста. И сразу все стало понятно. Если до этого у нас мнения расходились по поводу смысла, то после пересказа она стала очень понятным, ясным. И мы смогли прийти к какому-то общему выводу. Когда я впервые взялся за книгу Гаспарова, меня поразила простота и понятность его языка. Он совершенно не пользовался непонятными словами. Или даже если ими пользовался, то не в большом количестве. И это не осложняло понимание. Поэтому я когда услышал о том, что у нас в школе будет лекция Гаспарова, я был очень рад этому и ждал этого с большим нетерпением. Но через несколько минут ты оказывался в полном плену происходившего, потому что это был перед тобой продемонстрирован ум, становящийся формой резистенциального существования человека. Мысль, в которую человек воплощается весь без остатка. Так и получился мой выбор, хоть понял я это много позже. Какой мой любимый поэт? В разных случаях жизни разные. А на все случаи жизни для русского человека тут бывают два ответа. Два душевных склада. Скорее Пушкин или скорее Лермонтов. Для меня скорее Пушкин. Михаил Леонович – это гордость и легенда классического отделения филфака МГУ, которое я тоже заканчивала. И, собственно, так первокурсникам всегда и говорят, что вы будете учиться на отделении, которое заканчивал Гаспаров. Но мне кажется, что Гаспаров по своей масштабности уже вышел далеко за рамки классической филологии. Не секрет, что есть люди, связанные с наукой, которые в совершенстве овладели таким псевдонаучным птичьим языком, который совершенно никому не понятен и не интересен поэтому. И за этим языком, как правило, скрывается скудность их личности. Мне кажется, что то, как пишет, мыслит, говорит Михаил Леонович, это потрясающий пример высочайшей науки, науки с человеческим лицом. Он дал такое определение простоте, что простое – это непременное и постоянное, а значит, вечное. Очень долгая судьба, которую, безусловно, будут иметь все его книги, потому что это первое впечатление, которое ты от них получаешь, что как же все оказывается просто. А на самом деле не просто, а удивительно выстроено. Михаил Леонович писал у Гораций, что, разобравшись в одном из самых прихотливых его произведений о науке поэзии, он понял, что нету такого хаоса, в котором нельзя найти порядка. Не навести порядка, но именно найти. Это был еще для меня, я помню тогда, урок того, что нет, во-первых, предметов, которые сами по себе могут быть неинтересны, даже тому или слушателю, которому неинтересны. И, во-вторых, в нем неба, в Гаспарове не было и нет никогда ни тени снобизма. Очень я сам преподаю, и для меня это все очень важные воспоминания и мысли, потому что я бесконечно слышу от своих многих коллег жалобы на студентов. что кто-то чем-то не интересуется, что кто-то что-то не знает, что кто-то неподготовлен к тому, чтобы что-то понимать, и пришел откуда-то неготовый или незнающий. И для меня, так сказать, облик Гаспарова, который рассказывает о невероятных тонкостях стиховедения болванам-первокурсникам, одним из которых был я, всегда вот это ответ на все эти бесконечные жалобы, что о чем угодно, можно рассказать кому угодно, чтобы это было потрясающе интересно. Я далеко не убежден, что я тоже так умею, но, по крайней мере, я знаю, к чему надо стремиться. Чтобы углубиться в историю, нельзя не затронуть литературу, нельзя не углубиться в литературу. И вот, на мой взгляд, никто, как Михаил Леонидович, вот так глубоко, так сознательно, если можно сказать, этого не делал. Дело в том, что проблема, мне кажется, нашего интеллектуального сообщества и гуманитарного в отсутствии общего языка, который бы объединял людей разных гуманитарных профессий. Нет и не только этого, что историкам, филологам, социологам и философам, скажем. То есть не то, что они совсем не понимают друг друга, но когда начинаются вести дискуссии, взаимонепонимание будет довольно сильно, хотя выясняется, что говорят, в общем, об одном и том же, но разные понятийные категории не позволяют очень часто оперировать материалом достаточно эффективно, а некоторого общего, может быть, такого общенаучного или, не знаю, научно-светского языка, вот прошу прощения за такое слово, его до сих пор не существует. Нету даже некоторого, мне кажется, общего культурного языка, на котором можно высказывать целый ряд довольно серьезных проблем. Когда я читала книгу Михаила Леоныча «Занимательная Греция», то я поняла, что история – это не просто перечень сухих фактов, а по-настоящему увлекательное занятие. «Занимательная Греция» – это совершенно уникальное явление. Это книга, которую не с чем сравнить. Я не знаю никакой другой, я не понимаю, к какому жанру ее отнести. Есть множество детских книжек о Древней Греции, и есть множество научных книг, серьезных, написанных тяжелым, или не очень тяжелым, но, во всяком случае, заумным языком. И редчайшая ситуация, когда выдающийся ученый пишет легко, понятно, доступно, доступно всем, от детей до стариков. И это первая замечательная черта этой книги. Кроме того, она состоит из нескольких чудесных составляющих. Ну, с одной стороны, всем известны с детства традиционные греческие мифы. Тоже их, между прочим, после Куна и после множества других пересказов надо было уметь пересказать так, чтобы они зазвучали по-новому, чуть-чуть по-другому на них посмотреть. Дальше там есть исторические сюжеты, которые когда-то все проходили по истории Древнего мира, благополучно забыли. И их тоже надо было уметь подать так, чтобы они ожили, чтобы герои давно прошедших войн стали близкими и понятными. А самое для меня удивительное, например, это то, как Гаспаров подает сложные сюжеты, вроде бы для детей неподходящие, философия, поэзия ленизма, наука, как они, опять же, становятся, какими живыми, яркими и понятными они становятся. Ну, и самая прелесть – это маленькие детали, античные анекдоты, происхождение имен, античная карта. Вот это наполняет книгу просто ароматом дивным. И я считаю, что в нашей школе эта книга прошла самое страшное испытание, какое только может быть, это испытание обязательностью. Потому что мои ученики уже несколько лет обязаны читать книгу Гаспарова и по частям ее отвечать. И когда я начинала этот эксперимент, то немножко волновалась, потому что это, конечно, лучший способ привить отвращение к любой книге. Но пока что, насколько я могу судить, ни у кого она не только не вызвала отвращение, а наоборот вызывает самые нежные и теплые чувства. Надо сказать, что такое, с одной стороны, продуманности и четкости того, что рассказывал Михаил Леонидович, я еще не слышал никогда. И с другой стороны, это было также интересно. И система разбора стихотворения, о которой говорил Михаил Леонидович, она одинаково подходила и для Пушкина, что есть классика и наше все, и с другой стороны, для Мандельштама, очень неоднозначный поэт 20 века. Я имел огромную честь и удовольствие работать с Михаилом Леонидовичем, создавая такие интерпретации, анализы, объяснения некоторых стихотворений Мандельштама. работа эта всегда была дружная, но не всегда согласная. Потому что Михаил Леонидович хочет создать совершенно последовательное, однонаправленное изложение. Вот о чем, вот сюжет этого стихотворения. А, Б, Ц, Д. В то время, как я считаю, что всегда нужно принимать во внимание и то, что Мандельштам называл ветром, дующим в несколько иную сторону. Что, как правило, у Мандельштама существует не один сюжет, а, по крайней мере, два. И из того, как эти два сюжета взаимодействуют, у нас получается из этих двух векторов некая общая составляющая. И вот лодка идет именно туда. Я не знаю, в некоторых случаях мне удалось о Микаре Леоновича переубедить очень трудно. В некоторых случаях мне кажется, мне удалось его убедить, что возможно и интерпретация, пересказывающая интерпретация, которая примет во внимание и противоположный ход политической мысли тоже. Но это, так сказать, дело будущего. Сейчас у нас покаместь напечатано две таких статьи с пересказом и со списками параллельных мест, так называемых подтекстов. Одна была статья о сумерках свободы, другая сейчас вот вышла в звезде, где-то она там, ну не сейчас, а уже год назад, в февральском номере, венецейской жизни. И в пятом номере звезды будет большая статья, которую мы вот сейчас как раз дописываем. В Петербурге мы сойдемся снова и чуть мерцает сумрачная сцена. Когда-нибудь, может быть, у нас будет целый том таких комментариев к Мандельштаму. Честно говоря, мне кажется, что у Гаспарова есть две черты, как положительная, так и отрицательная. Дело в том, что, на мой взгляд, читатель, он никогда не может полностью понять смысл стихотворения. Гаспаров же, мне так показалось, делает вид, что он его понимает окончательно. То, что вот разбор существительного прилагательного глагола все так досконально, мне кажется, что в некоторых случаях такого делать просто не надо, и это излишек. Это самое любопытное. Это разрыв между тем, я бы так сказать, сценическим обликом, который Михаил Леонидович постоянно, так сказать, он его педалирует, он подчеркивает, что он такой бурбон, традиционалист, что он такой сухарь-ученый. Но мне кажется, что, надеюсь, мало кто верит в такие несколько кокетливые заявления. Почему сложилась такая маска, это можно долго рассуждать, отчасти, конечно, это была стратегия выживания в предыдущую эпоху, отчасти, может быть, это свойственно каким-то собственным внутренним движением души Михаила Леонидовича. Но, конечно, мне кажется, что этот образ совершенно неверен. И для меня всегда было важно, что в реальности наверное Михаил Леонидович самый неортодоксальный, один из интереснейших инноваторов и вообще человек больших артистических способностей, которые, может быть, до конца не проявлены или мы не очень хорошо замечаем. Как быть с тем, что сейчас все меньше читают прежде всего школьники? Школьника семья учит прошлому, улица настоящему, а школа будущему. Жизнь идет все быстрее, будущее все больше не похоже на прошлое, школе все труднее его угадывать и внятно о нем говорить школьнику. Литературе тоже труднее. Когда литература и школа будут делать это лучше, тогда и в старых книгах люди найдут то, что пригодится им и завтра и будут их перечитывать. Что можно сказать о будущем литературы, о будущем литературоведения? А литература это не будущее, это только прошлое, то, что уже написано и напечатано на страницах или сайтах. Оно лежит в хранилищах, это прошлое, и ждет, что кому-нибудь окажется нужным. Нужной оказывается ничтожно малая часть в разные эпохи и для разных людей разная. Литературоведение старается облегчить людям доступ к этой литературе, чтобы они что-то о ней узнали и поверили, будто это что-то может быть понятно и интересно. То же самое будет делаться и дальше. Субтитры создавал DimaTorzok